Хоккейная коробка на «Соколе» была открыта в 2000 году и с тех пор ее ни разу не реконструировали. Сетка зияет дырами, состояние бортов тоже оставляет желать лучшего. Между тем, этот спортивный объект зимой пользуется большой популярностью. С инициативой внести корректировку в городской бюджет и предусмотреть выделение денег на реконструкцию «Сокола» выступил ряд депутатов соседних округов. Поправку обсудили на заседании планового бюджетного комитета. Великолепный объект. Более того, я вообще поддерживаю, что объекты, как «Сокол», даже в нынешнем, пусть на реконструированном состоянии, а вот в принципе его концепция того, как он работает, должны быть и в старой, и в новой части города. И, в общем-то, уникальный на сегодняшний день объект. В администрации есть проект реконструкции хоккейной коробки. В ценах 2021 года он стоил более 18 миллионов рублей. С учетом индекса инфляции это уже свыше 20 миллионов рублей. Мы понимаем, что это существенная сумма для бюджета города Сарова. И при той ситуации, которую я озвучила ранее, при том, что есть риски неисполнения собственных доходов бюджета, а администрации пока принимают решение, ну, не в первую корректировку, да, следить за исполнением доходной части бюджета. В случае, если рисков никаких, как были риски необоснованные, можно это все включить в течение года. Кроме того, Департаменту по делам молодежи и спорта поручили направить в Министерство спорта обращение для того, чтобы включить реконструкцию хоккейной коробки в государственные программы и получить софинансирование. Заметитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко дал поручение Минспорту России в связи с сокращением международных соревнований сэкономленные средства направить на развитие спорта внутри страны. Поэтому вот есть у нас такая идея, предложение Министерства спорта попросить 20 миллионов или более на условиях софинансирования. Поправку направили на согласительную комиссию. Кроме того, депутаты отметили, что подобные спортивные объекты должны появиться в разных частях города. Работу в этом направлении необходимо продолжать.